Здравствуйте, Шаватов и Гутевох еще раз. У нас 108 урок по Мишли, мы находимся в 13 главе, и наша задача ее сегодня закончить. Мы находимся в пасуке, который называется 22-й пасук. Пасук, который говорит, добрый оставляет наследство сыновьям сыновей, достояние грешнего сберегается для праведного. Фактически, я часть этого пасука, комментарии уже сказал в 21-м пасуге, поскольку они связаны, но продолжим. Я напоминаю, что 21-й пасук, который говорил, он говорил так, что грешных преследует зло, а праведным он воздает добро. И я заканчивал прошлый урок тем, что бывает ситуация, когда человек получает награду за авиарот, который сделал праведник, за те митсвот, которые не сделал грешник в мире, праведник получает награду, если он пытался уговорить их сделать эти авиарот. Это будет связано с этим пасуком. Давайте продолжать. И то, что спрятано для праведника, это в частности удел грешника. Здесь написано более мифураж, более четко то, что мы говорили на прошлом уроке. Теперь попробуем посмотреть, как это учат вначале Мальбим, потом Гаон. Мальбим пишет короткий комментарий, который говорит, тофьенхильб наибоним. После того, как сказано, что зло следует за авиарой, и что Всевышний платит добром для цадиким, продолжает он и говорит, что то, что мы видим иногда, что праведники, у них есть несчастье, а хорошо им, нечестивцы, они живут бы шалва, они живут хорошо. Об этом сказано, что если ты увидишь цадика, который не получает награду за свою праведность, это потому, что добро унаследует его сыновья и сыновья сыновей. И Всевышний заплатит добро его сыновьям и поколениям, которые идут против него. И также сказано в Медраше, что Всевышний ответил Маширабейну, если бы я давал отцам награду при их жизни, что бы получили сыновья? Наверное, все знают, что Маширабейну был один единственный вопрос ко Всевышнему, который мешал ему жить, и он пытался выяснить этот вопрос, и Всевышний отказался ответить на этот вопрос. Вопрос, который изложен в Хумаше, когда Маширабейну задает Всевышний вопрос, покажи мне твою славу, и Всевышний отвечает, что Ло Ирени, а Адам Вахай не может меня видеть человек и остаться живым, объясняют комментаторы, что Маширабейну хотел понять, как может быть праведник, которому плохо, и как может быть Роша, которому хорошо. Отвечает на этот вопрос Всевышний или не отвечает на этот вопрос Всевышний, это на самом деле некий спор, который существует между Танаем, который есть в частности в Мишне Перкеавод, если можно, это Мишну, Мишна в Перкеавод, в четвертом Перке, если я не ошибаюсь, приводит, сейчас его приведу, приводит Тану, который говорит на эту тему, и Мораль пишет, что на самом деле Тана, Робейн-Найк, Робейн-Найк, который приводится там, он как бы идет по одной из шитот, по одной из точек зрения, которые существуют, а на самом деле это не так просто, есть вопрос на эту тему. Мишна говорит, один момент, Робейн-Найк говорит, нет у нас в руках понимания, что такое шалват Рошоим, что такое спокойствие Рошоим, и непонимаем мы, что такое Исурейд-Садиким, что такое испытание для праведных, несчастье праведных. Это говорит Робейн-Найк в Мишне, и Робейн-Найк приводит, что на самом деле это Махлокис Робейн-Найк и Хохомим в Геморе, которые приводят вопрос Маширобейну, за что праведники получают страдания, за что нечестивцы получают награду, и Робейн-Найк отвечает, что это вопрос, на который Маширобейн не получил ответа, а Хохомим, говорят, что ответ на этот вопрос есть, и ответ на этот вопрос тот, который сейчас нам дается здесь в Мишле. Ответ, который дает Мальбим, заключается в том, что Шлома Амеллах делится с нами и говорит, что человек, который праведник, но ты видишь, что он страдает в этом мире, потому что если ему дать награду, то он возьмет всю награду и съест ее сам, и тогда что останется его сыновьям? Это ответ Хохомим, который дается в Геморе. Робейн-Найк говорит, что Маширобейн не получил ответа на этот вопрос, и становится непонятным, в чем вообще их спор. Вроде бы как, ответ дает прямо Шлома Амеллах, о чем здесь можно спорить. Всевышний не дает награды праведникам для того, чтобы их дети получили эту награду. Это то, что здесь сказано. С чем тогда спорит Робейн-Мейр, и Робейн-Най идет по шите Робейн-Мейра, как говорится здесь в Перке, а вот попытаемся разобраться с этой ситуацией. Я считаю, продолжаю читать Мальбима, он говорит, если ты увидишь Раша, который находится при своем богатстве, знай, что Хейль-Хоте Цахун-Ласадиб, что огромный, что вот этот вот схар награда за его грех находится у праведника, она остается праведнику, и он только является шомером, он только охраняет эту награду, чтобы она не потерялась. До того времени, когда не придет в садик и не унаследует эту награду, как сказано, что Раша готовит, а цадик надевает. Это комментарий, который дает Мальбим, и давайте попытаемся с ним немножечко разобраться. Что он говорит? Он говорит, объясняет Шиту Хохоми в Геморе, который говорит о том, что нельзя дать сразу праведнику всю награду, потому что если она будет закончена, то его детям и детям ничего не останется. Но если мы, Всевышний, оставит эту награду и не даст ее праведнику, то тогда за его схует, будет какая-то, за его заслуги, будет какая-то награда его потомкам, и бывает ситуация, когда это нужно его потомкам. Если есть такой ответ на этот вопрос, ответ, на первый взгляд, абсолютно доступный, понятный и так далее, и то же самое с Рашой, то же самое с нечестивцем, то возникает вопрос, во-первых, с чем спорит Раби Мейер? Он говорит, что Маширабейна не получила ответ на этот вопрос. Мне всегда было интересно, если я понимаю ответ на вопрос, который задается, и кто-то мне его объясняет, например, Мальбим или сама Гемора, а Маширабейна его не понимал, то что бы это значило? Потому что Медраж говорит, что Маширабейна не понял ответ на этот вопрос. И Раби Иной, который приходит, Мишни Перкайвот, и Перкайвот не приводит Махлокес, приводит как единственное мнение Раби Иная, который говорит, что ответ на этот вопрос Эйн Бе Эдейн, у нас нет ответа на этот вопрос. Как такое может быть? Ответ на этот вопрос очень простой. Выдает Маораль из Праги в комментарии на эту Мишну в Четвертом Перике. Маораль пишет, что Маширабейна, понятно, что понимал то, что сказали Хохомим, то, что сейчас говорит Мальбим, и то, что говорит Шлама о Мейлах, это очевидно. Если бы это было непонятно Маширабейну, то такой Тору никто не мог бы сказать, это была бы не Тора. Маширабейну понимал, что Всевышний по какой-то причине нужно иногда не дать праведнику награду и оставить для его детей. Иногда нужно дать праведнику награду и не оставить для его детей. И то же самое с Рашой. Маширабейну хотел увидеть причины, по которым Всевышний иногда делает так, а иногда делает так. Почему один праведник отличается от другого? Почему есть праведник, которому хорошо в этом мире? Есть праведник, которому тяжело в этом мире? Есть праведник, который получает награду в этом мире, Кибэйхоль, на самом деле он тоже не получает всю награду, понятно, но тем не менее он не получает несчастья в этом мире, а есть праведник, которому нужны несчастья в этом мире. Почему есть Раша, один Раша, который Всевышний тут же наказывает, другой Раша, который царствует и живет просто и так далее, а потом вдруг это нужно для того, чтобы его награду получил цадик в грядущем мире. Машир Бейну хотел понять, как Всевышний это состыковывает и как состыковывается вся мозаика, как каждое из наказаний и каждое из наград в этом мире, которое мы видим периодически, как они сработают для того, чтобы привести все к конечному замыслу Творца, который исполнится после 6000 года. То есть весь этот мир создан таким образом, я об этом говорил, но тем не менее это не лишнее повторить, поскольку здесь Шломамелых заговорил на эту тему. Весь этот мир создан таким образом, что в этом мире существует махалах-тикуна, махалах-исправление мира. Акодыш-брагу, создавая мир, сделал его изначально нецельным, незавершенным, неготовым. Он создал человека в качестве компаньона в творении мира, и человек должен своими митцвод исправлять этот мир и доделывать этот мир и довести его до состояния шлеймута, целостности. Впервые эту задачу получил человек по имени Адам Горишон и его жена Хава. Они, как мы знаем, поели от дерева познание добра и зла и привели мир в состояние значительно худшим, чем тот, который был изначально создан. То есть потенциальная возможность была сделана Всевышним изначально, но они ее перевели из потенциальной в кинетическую. И мир стал не таким, конечно, как мы его видим, но мир стал сильно ухудшен, и мы постепенно за много поколений привели его в состояние ухудшенности, такая, как есть сегодня. Поэтому возникает вопрос, а каким образом можно доделать этот замысел Всевышнего? Если мы спускаемся все ниже и ниже, и вектор идет вот таким вот образом, то когда и как мы можем исправить? Если Адам не смог исправить ту мелочь, которую ему надо исправить, мелочь, конечно, в кавычках, но по сравнению с тем, что надо исправить нам, это такие мелочи. Адам не смог это сделать. Они с Хавой нарушили единственную заповедь, которая была. То мы, которые довели мир до состояния гестер по ним сокрытия лица Всевышнего такого уровня, что ни в сказке сказать, ни перомом писать. Как мы можем что-то сделать в этом мире? На самом деле, это вопрос, который задает пророк Иремьяху, когда начинает книгу Эйха. Как одиноко сидит город, который некогда многолюдный, а теперь стал недой? Город Иерушалайм, который не просто многолюден, в нем пребывала шахина. Десять мер красоты отпущены на весь мир, из них девять Иерушалайму. И, естественно, не имеется в виду, что Иерушалайм строили архитекторы, которые были эпоху итальянского возрождения, и поэтому город был построен красиво, и так далее, и так далее. Нет, речь идет о красоте, настоящей красоте, не красоте архитектуры, не красоты природы. Речь идет о красоте Иерушалайма, которая называется действительно словом Ефе, красивый и прекрасный, о шахине. Иерушалайм, в котором находится шахина. И люди ощущают шахину, ощущают, что такое тоф. Уруба тоф Иерушалайм, говорит Давид Амеллах. Смотритесь в то тоф, которое есть с Иерушалаймом, это шахина. Контакт Всевышнего с нашим миром. Девять десятых этого контакта наблюдалось в Иерушалайме, а конкретно в храме. Сегодня, после того, как Иеремияу обращается к Мистераэлю за много лет до разрушения храма, Иерушалайм говорит, что будет такое время, когда Всевышний уберет шахину от нас. Будет полная пустота, вакуум. Мы будем находиться в состоянии отдаленности и отделения от Творца настолько, насколько вообще можно отделиться. Теперь он задает вопрос. Тот же вопрос, который лично Всевышний задавал человеку. Когда Адам и Решон ела дерево познания добра и зла, то Всевышний обратился к нему и спросил, Эй, Аека, Эйха, где ты, Аека, где ты находишься? Перевод этого слова. Ты имел одну мицу, ты нарушил эту заповедь, ты хотел построить новые миры для того, чтобы увеличить к душу святость, к душу Ашема, освящение имени Всевышнего, и где ты сейчас? Тебя надо изгнать из Ганедана, в мир ходят смерти, и Цергоры находятся в мире. Чего ты добился? Как? Эйх, как? Как ты можешь исправить то, что ты сделал? Что теперь надо делать? Ирмияу повторяет этот вопрос, обращаясь ко всему Амисреилу. Вопрос, который повторяется, это не просто повторение вопроса. Адам и Решон находился в Чуве 130 лет. Причем Чува Адама, это не Чува, который мы сегодня умеем делать. Умеем, я поставил большие кавычки. Адама, Решон и Хава, это люди, ничего подобного больше в мире не было. Когда Гемора в трактате «Могила» пишет о том, что были четверо самых красивых женщин в мире, может быть, пятая, если я шамрим, то они приводят тех женщин, которые были, приводят Амараем. И задает вопрос Тосфос, а почему не приводятся Хавы и Мэйну? Хава не приводится в числе этих женщин. Сара приводится, а Хава не приводится. Почему Хаву надо было привезти там? Потому что есть митраж, который говорит, что Сара по сравнению с Хавой, как обезьяна по сравнению с человеком. Сара была одна из четырех самых красивых женщин. Но по сравнению с Хавой она как горилла. Почему не привели Хаву? Отвечают, что приводить Маасе, Акодыш Барагу, не имеет смысла. То, что сделано руками Всевышнего, здесь не приводится. Приводятся те, кто были рождены человеком. Потому что то, что сделал Творец, это красота, не красота физическая, это красота духовная, красота, о которой вообще не о чем говорить. Мы не можем постичь, что это такое. Так вот этот самый Адам, который был создан руками Бояды, Акодыш Барагу, руками Творца, этот Адам делал Тшуву 130 лет. 130 лет ежедневного поста, ночью ел, 130 лет постился. Это не пост, как арабы в Рамадан постятся. Это пост Адама, пост, о котором мы не имеем ни малейшего представления. Это не пост, который мы постимся в Йом-Кипур, хотя мы очень хотим сделать Тшуву. Это Адам и решен. Его уровень по сравнению с нашим во всем, не только в Тшуве. Это что-то невообразимое, неописуемое. Он исправил Абейру, который он сделал за 130 лет. Нет. Мир остался. Человек смертен. Ецергора внутри нас. И так далее, и так далее. Он не в Ганедане. И мы тоже не в Ганедане. То есть, исправление Адаму не удалось исправить Туавейру, которую мы сделали. Приходит Ирмияо Ганави. Приходит пророк Ирмияо и спрашивает. А что? Эйх! Айека! Эйх! Как сейчас вы планируете это делать? Вы доводите ситуацию до полного абсурда. Сейчас Всевышний разрушит храм за вашей Аверот. Не будет шехины. Мы будем в Ганедане от Творца в миллионы парсеков дальше, чем было с Адамом. Адам не смог это исправить. Как мы можем исправить? Что нам теперь делать? Это вопрос всей книги Эйха, которую задает Ирмияо Ганави. Один вопрос. Я понимаю, что после того, как он задан, он приводит нормального человека, который думает о том, что мы говорим, он приходит в состояние полного шеймума. А действительно, как? Если Адам не смог, а мы сделали еще хуже, то куды нам? Ответ на этот вопрос достаточно неприятный, но он существует. Ответ на этот вопрос – это то, что мешало Маширобейну. И понятно, что мы ответим на том уровне, что останется вопрос, потому что иначе что было трудно Маширобейну? Ответ на этот вопрос я видел в книге, которая называется «Лэшем». Написал дедушка Рафиосиф Шолом Ильяшева, где он, если убрать всякие такие сфероты и так далее, сложные понятия, то суть этого ответа сводится к тому, что когда Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла, они делали свой выбор, по какому пути пойдет мир. Исправление, которое человек может внести в этот мир, может идти по двум путям. Первый путь – это митцвод, Тора. Второй путь – это страдание. Страдания сами по себе, Иссурим, они делают Копору, они исправляют этот мир. Без шувы, просто страдания, они исправляют этот мир. Нефиш Гахаим, ученик вильнюсского гонора, Рафхайм Воложинер, пишет, что человек, который учит Тора, это спасает его, а может быть и весь мир в какой-то степени, от Иссурим. Почему? Потому что то, что могло бы произойти, исправление, которое надо сделать через Иссурим, он уже сделал путем изучения Торы и исполнения митцвода. Поэтому ему не нужны Иссурим. Человек, который не делает этого, он должен получить не наказание, а он должен исправлять мир другим путем. Путем, который называется Иссурим страдания. Адам и Хава выбрали, когда ели от дерева познания добра и зла, они выбрали, что мир теперь пойдет по двум путям одновременно. Было дерево жизни, это Тора, митцвод, и было дерево познания, это Иссурим, несчастье, страдания. Они взяли и объединили два пути, что часть текуни, часть исправления мира, доделывания мира пойдет по пути Тора и митцвод и часть по пути страданий. Страдания сами по себе, они могут устроить текун этого мира. Поэтому страдания бывают в этой жизни и в гейноме. И те, и другие страдания делают ту копору, то, что необходимо сделать для исправления мира. Мидраж говорит о том, что Машех родился в Тишабиаф. Рождение Машехов в Тишабиаф, это означает, что путь, через который закончится этот мир и придет к текуну, он ведет через Тишабиаф. Корень Тишабиафа – это корень понятия Иссурим, страдания, разрушения храма, удаления шахины, разделения, дин, суд. Таким образом, может быть два способа прихода Машеха в этот мир. Либо он приедет на осле, на хомере, на материи, либо на облаке. То есть, либо это будет через Тора и митцвас, либо через Иссурим. Понятно, что и то, и другое, либо это имеется в виду Макаба-Патиша, конечный результат. Но понятно, что все наши действия, все наши митцвот, они приводят к результату, плюс Иссурим вместе с ними. Поэтому ответ на вопрос Ирмияфу он сам дает в книге Эйхи, когда он говорит, описывает те страдания, которые пришли Амисраэлю в Тишабиаф, чтобы сказать, что через них будет геула, через них будет избавление от всего, что было. Но не дай Бог нам получить, дожить до состояния, когда геула будет только через страдания. Потому что нам нужно сделать это через Шуву, через Маасим Тавим, через Митцвот, через Тору и так далее. Но Иссурим этого мира, они делают столько, сколько они могут сделать, то это очень много. Маширобейну вопрос, который он задавал, Маширобейну все это, понятно, знал. Если Маширобейн это не знал, то это не Тора. Маширобейну вопрос его был, почему у одного цадика ты выбрал один путь, у другого другой путь. Почему есть цадик, которому Тов, который выполняет все только через Тора и Митцвот, свою функцию, а есть цадик, который выполняет через Иссурим. Ответ на этот вопрос дает Шлома Амеллах, но ответ, понятно, что не полный. Ответ, что есть цадик, который, зная Всевышний, то видит будущее. Поэтому он видит, что есть поколение, которым понадобится схут этого цадика. И он не дает ему ничего в этом мире для того, чтобы осталось все для мира грядущего. Награду он получит в мире грядущем, я имею в виду для будущих поколений. И поэтому он распределяет эту награду цадика вот таким вот способом. А Маше хотел понять логику Всевышнего, каким именно образом он это распространяет. И об этом говорит Раби Юнай, что этот ответ не был дан Маше Рабейну. Раби Юнай говорит, нету в наших руках понимания ни Шалват садиким, ни Шалват Рашоем, ни Покоя Рашоем, ни Иссурей садиким. Потому что почему Всевышний здесь выбирает там, а здесь там, это может узнать только Всевышний, который весь из себя находится в состоянии, когда он живет в одном времени, он живет вне времени. Поэтому он видит настоящее прошлое и будущее, и видит всю цепочку, которая есть. Маше Рабейну не может этого понять, и это то, что он получил в ответ. Таким образом, Маораль объясняет, он соединяет Рабона на Раби Мейра и говорит, чего именно не понял Маше Рабейну, для того, чтобы это как-то понять. Шлома Амеллах говорит нам, теперь я возвращаюсь к нашему посылку, немножко долго я его затянул, но... Шлома Амеллах говорит нам, что добро получают по наследству сыновья и сыновья сыновей. А то, что награда, которая по-настоящему, настоящая награда, цапун, та, которая спрятана для цадика, она достается ему из-за того, кто хоте тоже, из-за того, кто согрешил тоже. Это комментарий Мальбима. Мне кажется, что Гаон идет по тому же пути, но прочитаем Гаона. Я просто уже часть вещей как бы вложил заранее. Говорит Шлома Амеллах, тоф, янхильбнэйбаним, добро получат по наследству сыновья и сыновей, потому что этот мир, в нем не подают награды за заповедь, а только пирот, только плоды этой награды, а не саму награду, не саму основу. Как сказано, что праведники, они едят за заповеди пирот в этом мире, но керин, каемит ла-ла-маба, как мы говорим каждое утро, когда считаем утренний проход, что награда остается в будущем мире. Но даже плоды, их не едят сами цадиким, говорит Гаон Мивильна, но только они остаются сыновьям сыновей и так далее. И об этом сказано в Мидраше, что на самом деле я не знаю, где находится этот Мидраж, у меня здесь есть Гаот какие-то, не знаю даже чьи, он не нашел этот Мидраж, он придумал какое-то место, откуда, может быть, это можно учить, Гаон не приводит, он ориентируется на такие знания Торы, которые мало у кого есть, он привел Мидраж и не привел какой Мидраж. Но есть какой-то Мидраж, который звучит, что если бы отцы съели все пирот, то не было бы уже, мы бы не пришли в этот мир. То есть, если бы награду проели наши отцы, то нас бы не появилось в этом мире. И об этом сказали, что существует Раша, которому хорошо, и это Раша бен цадик, это праведник, который сын, Раша, который сын цадика. Почему ему хорошо в этом мире? Он Раша, но награды праведника, его предка, дается ему. Я так честно говоря думаю, что все, кто сделали Тшууу и как-то начали соблюдать Мидсвот после многих лет нашей жизни, или немногих лет, не имеет значения, это все потому, что мы были Раша бен цадик, где-то много поколений назад был какой-то цадик, какой-то праведник, заслуги которого дали в виде пирот нам вернуться к Тшуе. Я этого нигде не читал, но мне это кажется, как даже 24. Но это означает, что пирот, плоды, называется словом Тов. Потому что то, что цадик кушает пирот в этом мире, это новый комментарий. Еще один комментарий, что Гаон говорит, когда цадику отпускаются плоды в этом мире, когда он хорош не только для Всевышнего, но и для созданий. И об этом сказано в книге Ишаяо, которую я забыл привести. Ишаяо говорит, что цадик то в кипри, что цадику хорошо, потому что при ему дается. Это нереально. Забрать сейчас Ишаяо, значит, придется так. Цадик, он получает плоды при определенных условиях, но не всегда. Когда он получает эти плоды, Гаон мивильна мидоекис Ишаяо, что только в том случае, если он выполняет заповеди, праведник не только Банадам Ламаком, но и Банадам Лахавирок, когда он праведник за митсвот между человеком и ближним. Если вы посмотрите внимательно первую мишну трактата Пеа, которую мы читаем каждое утро, когда говорим Брахот на Тору, то там сказано, что вот митсвот, за который человек ест плоды в этом мире, и там сказано, что вещи, за которые человек ест плоды в этом мире, это заповеди Пеа, Бекурим и так далее, заповеди, которые связаны с человеком и его другими людьми, короче говоря. Это цадик, которому хорошо. И то, что сказано, что цадик у него остается по наследству для детей, то это то добро, которое пирот, поскольку дети – это тоже пирот, дети – это тоже плоды человека. И он дает пирот по наследству. Окей. А то, что спрятано для цадика, имеется в виду, что Керин, вот то, что Керин – основная награда, это спрятано для Алла-Мабба, и спрятано ему не только его удел, но удел согрешившего человека. Потому что люди, которые не сделали митсвот Асе, они не получают удел в Ганедане. То есть, человек, который не нарушил заповедь Лоте Асе, ни одной заповеди Лоте Асе не нарушил, он не получает наказание в Гееноме. Не за что. Но, если он не сделал митсвот Асе, то он не получает награду в Ганедане. Где он находится между делом, я не очень знаю. Но, эту награду за не сделанный митсвот Асе получает праведник. Поэтому написано, что это награда, которая ему цафун, которая ему спрятана. То есть, то, что митсвот, который не сделал Раша, они спрятаны для цадика. И все время, когда праведник жив, ему не дается эта награда, потому что Багдушаф Лои Амин. Это пасук из Иова, которого я тоже не приготовил, который говорит, что человек не должен никогда опираться на свою святость. Когда Элифас упрекает Иова, то он говорит, что наверняка у тебя было. Иов задает вопрос своим друзьям. За что я получил наказание? Он говорит, что я цадик. Иов точно знает, что он не сделал ни одной Авейры в этом мире. И как получается, что человек, который не сделал ни одной Авейры, получает страдания этого мира? Есть мнение в Геморре Баобасра, что книги Иова написал Маширабейну, что это и есть его вопрос, что такое праведник, которому плохо в этом мире. И Элифас отвечает на одна из попыток ответа, что не бывает, что человек не должен опираться на свою душу, он мог не заметить и сделать какую-то Авейру, не доделать какую-то митсву и так далее. И вот здесь приводится этот пасук, который говорит, что человек не должен верить в свою святость. Поэтому то, что спрятано для цадика, оно спрятано не для здесь, а для там. Оно ждет его, когда он умрет. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что награда, за которую цадик получает, за то, что согрешивший человек не сделал какой-то митсву, и эта награда за ту митсву, которую он не сделал, передает праведнику, она не переходит праведнику никогда в этом мире, она остается для мира грядущего. И сказано слово «хате согрешивший», то есть, те, которые не преследуют митсво тасе, то их награда дается праведникам, которые постоянно бегут и преследуют, чтобы выполнить заповеди делай. Окей, часть этого я уже сказал в прошлом пасуке, часть более-менее объяснена. Таким образом, что у нас получается? Что в этом пасуке сказано, этот пасук разбирает вопрос Маширобейну, как может получиться цадик, которому плохо, и как может получиться раша, которому хорошо. И этот пасук отвечает, что нет ни одной награды, которую цадик не получит в Алла-Маба, но часть тех наград, пирот, которые должны были выдать в Алла-Мазе, и существуют какие-то намеки, почему иногда они даются, иногда нет. Иногда это связано с заповедем между человеком и его другом. Иногда это связано с какими-то другими вещами. Даже Маширобейну не мог точно понять замысел Всевышнего. Но то, что Бывадай, что за все митсво, которые человек сделан, он получит награду в Алла-Маба, а пирот, если ему не дадутся сейчас, то их получат его дети, и Всевышнему нужно иногда специально не выдать пирот, потому что иначе ничего не достанется детям. И одно из объяснений, что это объясняет нам, что такое Раша, которому хорошо, поскольку он здесь получает награду за те митсво, которые сделал кто-то из их предков. И этой наградой может быть, как мне кажется, некая Сюта Дешмая, что человек вернется к Шуве, и так далее. Окей. Следующее предложение, 23-е. Оно говорит. Много хлеба на Ниве бедных, но некоторые гибнут от неправды. Что имеется в виду? Начнем с Мальбима. 23-е предложение. Говорит Мальбим. Много есть пищи, которые связаны с беднягами, и есть те, которые уходят без суда. Это относится к тому, что было сказано до сих пор. Если ты скажешь, почему не платят Всевышний награду самому праведнику, а только его детям, почему мы видим, что есть садиким в мире, который с трудом получает пропитание, то есть весь мир получает пропитание в заслугу этого праведника, а они даже в собственную заслугу не могут получать пропитание, как Раби Ханина Бентоса, который говорил про себя. Что весь мир получает пропитание ради Ханина Бни, Всевышний говорил, что весь мир получает пропитание ради моего сына Ханина, а Ханина, он пользуется, ест кавхирувим, сэрив шабата, оэрив шабата, и что имеется в виду? Что Раби Ханина Бентоса Его жена, они были безумно бедными, очень страдали от этой бедности. Но Рабиханина, благодаря меде, качеству, о котором мы говорили, качеству пришута, он ел очень мало. И он от эреф-шабата до эреф-шабата, от шабата до шабата. В шабат он ел более или менее нормальную пищу, но в остальные будние дни он питался херувим. Это такое стручковое дерево с очень твердыми горошинками, я не знаю, как их объяснить, которым они питались, и, в общем, им хватало. А его праведность давала пирот, на который питался даже не его дети, а питался в этот момент весь мир. И вот он говорит, что мы видим, что большая часть еды, большая часть еды, приходит посредством бедняков, из-за бедняков. Что бедные люди, бедняки, они занимаются тем, что они пашут землю, чтобы убрать оттуда всякие колючки и так далее. Что это самая тяжелая работа, и ее делают бедняки. И посредством этого приходит в мир много-много еды. И, тем не менее, сами эти бедняки, они как бы у них, по закону они должны были что-то получить, они умирают от голода, и у них нету достаточной еды. Что несмотря на то, что вся пища приходит через их труд, через их работу, и также, что много пищи приходит через заслуги садиким, которые сами по себе, они убирают колючки, которые дают шефа в этот мир, которые дают добро в этот мир. Тем не менее, среди садики мы видим многих людей, которые страдают от голода, и питаются херувим, и им этого достаточно. Потому что Ашем знает, что если у этого человека будет богатство, то этих заслуг не хватит для того, чтобы весь мир питался нормальной едой. Так же, как если бедняки, у них будут деньги, то они не будут нанимать себя на тяжелую работу, и тогда во всем мире не будет хватать еды. Таким образом, Мальбим Гаун пойдет по точно такому же пути. Мальбим объясняет, что здесь есть некое разделение, что люди, которые бедны, и люди, которые праведны, через них приходит большая часть благословления, брахи, шефа в этот мир. И большая часть брахи, она связана с тем, что человек, который праведный человек, из-за него Всевышний посылает благословление, еду в этот мир. Но сам праведник остается бедным. Если бы Всевышний сделал, что он будет богатым в этот момент, то получилась бы совершенно обратная ситуация. Его схует, его награда, были бы исчерпаны на него, и в мире бы не хватало еды, и в мире бы не хватало этой брахи. И то же самое с бедняками, поэтому он приводит такой пример. Бедняки, которые вкалывают и работают в этом мире, они нанимают себя на самую тяжелую работу, и они пашут землю, они выращивают клепь и так далее, и большая часть урожая приходит за счет их труда. Но сами они остаются бедными. Зачем Всевышний это делает? Потому что если бы они разбогатели, то не было бы кому пахать землю, и урожая бы не хватало. Поэтому Акодыш Брагу распределил это таким образом. И то же самое происходит с праведниками. Примерно тот же комментарий дает Гаун Вильна. Я его зачитываю. Он говорит, что Много еды приходит через бедняков, что есть человек, он говорит, что здесь нужно выучить, что богатый человек должен делиться с докой, с бедняками, и не должен говорить таким образом, что если Акодыш Брагу хотел бы, чтобы бедняки были богаты, то он бы дал им это богатство. Потому что речь идет о совершенно праведном человеке, человеке высоких моральных качеств, и он начинает рассуждать, давать ему пожертвования бедняку или нет. Рассуждает логично. Если Всевышнему нужно, чтобы человек стал богатым, он станет богатым. Потому что я говорю сейчас от имени богача. Я же не заработал деньги благодаря своим заслугам. Каким образом я стал богатым? Потому что Всевышний взял и выдал мне некоторую сумму денег. Точно так же, как он выдал ее мне, он может выдать ее всем остальным. Поэтому, если бы Всевышний хотел, он бы сделал, чтобы этот человек был богатым. Раз он этого не сделал, значит, этот человек должен оставаться бедным. А если так, то зачем я должен давать ему, если Всевышний не хочет этого? И это вопрос, который на самом деле задавал Турмус Рупас Раби Акива. Был известный диспут между Турмус Рупасом, наместниками Иудеи, и Раби Акива, где Турмус Рупас задавал Раби Акиве много вопросов. И это был один из вопросов. В чем состоит митсву Сдака? Если Всевышний, что Всевышний сам не может дать пропитание беднякам? А если может, то зачем это нужно делать богатым людям? Раби Акива ему ответил, что это хесед, который делается не для бедняка, а для богача. Всевышний может поделиться своим имуществом и дать все, что есть, любому человеку. Но Всевышний сделал часть людей бедной, а часть богатыми, для того, чтобы богатые люди могли выполнить митсву Сдака и получить награду за эту митсву. Здесь нам говорится еще одна накуда. Когда нам говорится, что бедняки – это весь мир в них нуждается. Может быть, это и есть тот же ответ Раби Акива. Весь мир не может существовать без бедняков. Потому что, если бы не было бедных людей, то никто бы не пахал землю, не делал бы все остальные работы. Потому что эти работы связаны с тем, что они низко оплачиваются, тяжелые работы, но они необходимы в этом мире. И это то, что сказано, что большая часть людей, большая часть мира, они питаются от нивы, которые сжали или пропахали бедняки. Имеется в виду, что бедняки терпят человеческие нужды за весь дор, за все поколение. А весь мир питается ради того, что они делают, из-за того, что они делают. То есть, из-за тех несчастьев, которые терпят бедняки. А есть ситуация, которая происходит наказание без мишпата. То есть, есть еще один там, есть еще один смысл, почему надо давать сдоку беднякам. Потому что из-за того, что им не дают то, что им положено по суду, то нужно то, что им нужно дать. То Всевышний требует, забирает душу у тех, кто не выполняет этой вещи. То есть, Горо, в общем, идет по тому же самому пути. И говорит, что мир получает пропитание из-за праведников, из-за бедняков. А сами бедняки и сами праведники, им не особо есть чем питаться. И сделано это специально для того, чтобы заслуги праведников распространялись на весь мир. Но если сейчас эти заслуги потратить на самого праведника, то весь мир не может существовать. Это продолжение прошлого пасука, когда заслуги праведника распространяются на сыновей, сыновей, сыновей. Также заслуги праведника распространяются на поколения, Как сказано, что в заслуге Раби Ханина мог питаться весь мир. Следующее предложение, оно говорит так. 24-е предложение. Говорит, что тот, кто жалеет розгу, тот ненавидит своего сына, а кто любит его, тот с детства его наказывает. Говорит Шламо Амеллах. Так. Хосех Шифто Санебно, тот, кто экономит свою плетку, тот ненавидит своего сына. В Огаво, тот, кто его любит, Шехро Мусар, он его делает черным от мусара, своего сына. Мальбин. Тот, кто экономит плетку из-за того, что он переживает из-за любви к своему сыну, на самом деле он не любит сына, а наоборот ненавидит его. Потому что посредством, из-за того, что его не наказывают, ребенок не будет учиться мудрости Всевышнего. Потому что Бен Хахам, Мусара, тот ребенок, который является мудрым, он является мудрым из-за того мусара, который он получил от своего отца. И это Симан, и это знак. То есть, человек, который понимает, нормальный человек, он должен задуматься и понять, что не ругать ребенка, не наказывать ребенка, не бить ребенка тогда, когда нужно бить, это вред своему ребенку. Но человек, который не может стукнуть ребенка, потому что он гуманист, потому что ему страшно это делать, потому что ему больно, когда он бьет своего ребенка и так далее, значит, свои страдания от того, что он накажет ребенка, ему дороже, чем любовь к ребенку. И он не понимает, что за счет этого, я сейчас не говорю о человеке, есть разные люди, есть люди, которые иногда обманывают себя, иногда действительно так считают, иногда это действительно так. Понятно, что может быть разная ситуация, это мы чуть позже обсудим. Бывает ситуация, когда не надо наказывать ребенка и так далее. Я сейчас говорю человеку, который понимает, что надо наказать, ему говорят, ну накажи же уже, разбери с сыном. А он говорит, я не могу, это выше моих сил, я страдаю от этого, я не могу. Значит, этот человек переживает за свои страдания больше, чем за то, что он портит своего ребенка и что будет с ребенком Такой человек, нельзя его назвать, что он любит ребенка Если он его любит, он любит себя, а не любит ребенка А ребенка он ненавидит, потому что он приводит его к тому, что этот ребенок станет нечестивцем И ему это глубоко, ну не то что до лампочки, но свои страдания ему важнее Но человек, который любит ребенка, он его делает черным от мусара Что имеется в виду? Мусар, Мальбин все время объясняет много-много раз В комментарии на Мишли Мальбин объяснял Мусар Хохма, он его так назвал И он объясняет, что мусар происходит от слова Исурим, страдания То есть человек, который понимает, что сына надо воспитывать Он его миясро бы коль шахарла эти воба хрито Он его миясро от слова посылает на него Исурим, черный Исурим Для того, чтобы ему сделать в конце хорошо И это чува на вопрос, это ответ на вопрос Почему Всевышний делает Исурим праведнику? А есть ситуация, когда из всякого суда человеку нормально и хорошо Исурим, который посылается праведнику Всевышним, потому что Всевышний не ненавидит своего сына Он его любит, и он понимает, что эти Исурим необходимы праведнику И это то, что написано, что когда так же, как человек делает Исурим своему сыну Так Всевышний твой Бог делает Исурим тебе Поэтому, когда приходит Исурим, то это для мусара И для того, чтобы человеку стало лучше после этого Надо обладать определенным пониманием этого Когда, не дай Бог, на кого-то идут Исурим Надо понимать, что надо по этому поводу немножечко радоваться Окей Прочитаем Гаон, а потом обсудим Гаон пишет Человек, который экономит розги Плетку дословно, кнут Тот портит ребенка Человек, который не дает плетку своему сыну Того, которого следует бить плеткой То есть плеткой, которая называется мусар Плеткой мусара За то, что он делает неправильно А он его покрывает И не наказывает его плеткой Этот человек ненавидит своего сына Потому что в конце сын перейдет к Тарбутра Как Тарбутра перевести К плохой культуре То есть перестанет соблюдать заповеди Поэтому сказано Хосех шефто Человек, который экономит плетку Имеется в виду шефто Шефто, не сказано шефит Сказано шефто Его плетку Плетку сына Имеется в виду то наказание, которое следует дать сыну Понятно, что не надо наказывать наказание, которое не следует давать А человек, который любит своего ребенка Он его делает черным от мусара Имеется в виду Тот, который учит своего сына Не только он наказывает его за то, что ему следует дать Но То, что ему следует, он водой его наказывает Шефто он водой дает Но кроме этого Он ему Кроме всего прочего Он его делает дополнительные наказания Делает ему дополнительный мусар Черный мусар То есть На что это похоже? Если есть какое-то неднуткаль Легкое качание Легкое колебание Которое есть То ему тут же дается и сурим За это Что имеется в виду? Бали Акейда Есть такая книжка Комментарий на торок Это называется Акейда Тицхак Он приводит комментарий На этот посуд Таким образом Игаон приводит этот комментарий Он пишет Что Пример Женщина, которая смотрит на себя в зеркало Когда она украшается Моет лицо От грязи Которая на нем есть И так далее То она выбирает Самое лучшее зеркало Желательно с увеличением Которое показывает Самые маленькие пятнышки Которые есть И превращает их в большие Поскольку она хочет убрать Самые мелкие пятна Которые есть Самые мелкие детали Которые есть Которые ей не нравятся Для того, чтобы она выглядела лучше Также Человек, которого любят От него требуют больше И делают как можно больше Для того, чтобы самые мелочи Уходили С Внутренностей Изнутри этого ребенка Для того, чтобы он не сделал больше Даже какой-то мелкой детали Поэтому сказано В Масехте Макот Известная гемора Масехот, который занимается Макот Вообще дословный перевод Это удары Макот Это Масехет, который занимается В основном Наказаниями за преступления Лотасе Когда человек нарушает заповедь Не делает Ему положено 39 ударов Занимается законами этих 39 ударов Но первый перик Первая глава Макот Она вся занимается Понятием Галут Изгнанием Человек, который совершил Случайное убийство При определенных обстоятельствах Он должен пойти в город-убежище И там жить до смерти Коэн Годеля Первого священника И вот там Выясняется За какие Преступления есть Галут За какие нет И сказано Что Что если папа Упил сына То он должен идти в Галут Чтобы его другой сын Короче говоря Он хая в Галут Гемора говорит Как это может быть Ведь За какие За что есть наказание Галута Извините пожалуйста Наказание есть За случайное убийство Которое было сделано Связано с Ршутом А не с Митсвой С теми вещами Которые человек Не делал заповедь А делал Имел право делать Имел право не делать Но если он был обязан Это делать То за это нет И наказания Если папа бил сына То он выполнял Митсу Как может быть Что он Идет в Галут Он бил сына И случайно Немножечко убил сына Не дай бог То за это Он должен идти в Галут Гемора говорит Ведь это Митсва Почему же он должен идти в Галут То есть понимаешь Что не надо было убивать Нету Митсу убить Но наказывать было Митсва Отвечает Гемора Есть разница между сыном Который хорошо учился И плохо учился Его наказывали За то что он плохо учился Тогда это Митсва Если он хорошо учился То какая здесь есть Митсва Отвечает Гемор Ничего подобного Несмотря на то Что он хорошо учился Тем не менее Все равно папа делал Митсву Что в чем В том что он его оказывал Имеется ввиду Что сын хорошо учился Но можно было лучше Поэтому ему надо было наказать Чтобы он учился еще лучше Теперь, я предвижу, как бы даже не то, что предвижу, очевидные возражения, замечания, которые здесь могут возникнуть, они на поверхности, что есть, кроме политики кнута, есть политика пряников, что нужно не наказывать, а нужно хвалить и так далее. Иногда это так, иногда это не так. То есть, в принципе, в воспитании детей, понятно, что должно участвоваться и политика кнута, и политика пряника. Есть письмо Вильнюсского Гаона, которое он писал своей жене, когда оно в конце слихот обычно напечатано, когда он уезжал, вроде бы как собирался поехать в Алицесройль, не доехал, но он отправлялся в Галут в изгнание, путешествовал. Так вот, Вильнюсский Гаон писал жене, где он писал в том числе советы по поводу того, как надо распоряжение, даже не знаю, как это назвать, указание, по поводу того, как ей воспитывать детей в ее отсутствии. И он говорил, не жалей прутот, не жалей мелких монет за то, что они учатся, сразу же давая им в награду вот эти вот монетки, потому что они купят конфетку и будет полная радость от этого и счастье. Безусловно, что пряник должен присутствовать в воспитании детей, этого никто не исключает. Кнут, опять же, очевидно, что кнут – это не всегда плетка. Шифто – тот кнут, который положен ему. Но, тем не менее, нельзя строить все воспитание детей и взрослых только на основании похвал, как очень часто сегодня делается. Человек не должен всегда чувствовать, что он Гаон, гений, и за каждую глупость, которую он сказал, ему не всегда нужно говорить, что он гений. И здесь сказано, что человеку нужно давать мусар, его надо ле-эсэр, в первую очередь человек должен брать мусар для себя, и сурим, который у него есть, он должен принимать так, как это нужно. И он должен переживать, если он плохо учится, он должен радоваться, что он хорошо учится, это тоже понятно. Но, тем не менее, здесь написано о том, что человек должен воспитываться путем мусара путем и сурим. До этого мы читали, что существует два вида мусара – мусар и тахаха. Тахаха – это когда силы убеждения, логики, человек приходит к тому, как правило себя вести, в таком случае может не потребоваться мусар. Если человек путем изучения тора и логики понял, какое правильное у него поведение, то мусар и сурим не нужны. Но если он не смог этого достигнуть с помощью мудрости тора и убеждения себя, то, безусловно, ему нужен мусар. И это как бы продолжение того, что говорил я в прошлом пасуке от имени Баали Алейшем, что человек может делать исправление мира торой и заповеди, а может и сурим. Мусар – это и сурим, тора и митцвот – это тора и митцвот. Соединение – это то, что делает человека совершенным и делает совершенным весь мир. У нас осталось одно предложение этой главы, и попытаемся сейчас с ним доразобраться. Глава, которая говорит «Праведный ест досыта, а чрево нечестивых оскудевает». Ну и переводик. Теперь попытаемся прочитать, как это звучит на лошон-хакодышу. Он говорит «Цадик охел лесова навшо обетан расшоен тахсар». Почему, интересно, не перевести было простым языком. Праведник ест сытно, сове, он насыщается и насыщает свою душу. Живот же нечестивцев ему всегда не хватает. Что значит «всегда мало»? Всегда мало, вот сейчас увидим. Может быть. То есть не то, чтобы неправильно, но есть еще одно объяснение. Говорит Мальбин, он говорит так, что цадик, он не кушает для того, чтобы набить свой живот, но только для того, чтобы насытить свою душу, для того, чтобы у него было достаточно, а не чересчур. Это праведник. И здесь есть намек, что человек, который ест так, чтобы быть постоянно сытым, он должен быть сытым постоянно. Сейчас я перепрыгну, одну секундочку. Здесь есть намек на душу духовную. Соответствует с необходимостью только поддерживать жизнь своей души. Но расшоем. Они едят, чтобы набить свой живот. И их живот ему всегда мало. То есть все, что есть у него, он всегда хочет больше, стремится у него из Таева больше, и нету предела Тавы. И также это ответ на вопрос, который мы говорили. Что Раби Ханина Бендоса, ему было достаточно того кав-херувим, того немножечко херувим, который ел, ему просто не нужно было больше. Потому что он хотел насытить души. А удовольствия от этого мира, они, как будто их нету в его глазах. Потому что главный онок его, главное удовольствие Раби Ханина, это было духовное наслаждение души в мире грядущем. Это так, как вы Гидалия сказали, точно так же он перевел, что животу всегда мало. В Гаон идет немножко другой перевод, но суть от этого не меняется. Он говорит, что цадик, он ест для того, чтобы насытить свою душу. Потому что у цадика его душа, это только для того, чтобы насытиться. Но живота у Рашоэм всегда недостаточно. Имеется в виду, что Рашоэм, которые бегут вслед за Таавод очень сильно, им не хватает своего живота. Немножко другой перевод. Не животу не хватает, а живот он маленький. Хочется еще, а не влезает. Что их живот маленький для той еды иштии, которую они хотят. И еще, что цадик, он кушает для того, чтобы насытить свою душу. Потому что цадик, он живет и мной, он живет верой. Было цар, он не мучается. И он радуется тому делу, который у него есть. И ест для того, чтобы ощущение души и уверен во Всевышнем. Поэтому он никогда не будет, его душа никогда не будет голодной. А живот, который есть у нечестивцев, его всегда не хватает. Что они боятся, что у них не будет на завтра чего кушать. Даже если они достаточно богаты. Они боятся, что им на завтра не будет чего покушать. Потому что все, что у них есть, это немножко. И у них нет уверенности во Всевышнем. И они все время жмотничают по поводу своей ахиллы. Я не знаю, как это лучше перевести. Поэтому их животу всегда не хватает. Я разговаривал один раз в моей жизни, я не сильно много общаюсь с очень богатыми людьми. Но один раз я разговаривал с человеком, у которого, по его словам, 2,5 миллиона долларов. И он очень боялся, что если у них родится ребенок, то наследство, которое он ставит ребенку, ребенок будет нуждаться в деньгах. Он по этому поводу реально страдал. Что это мало денег, и он не может себе позволить родить ребенка. Потому что кто его знает, что будет завтра. И вот это состояние, которое сколько не будет, тебе всегда есть этот страх. Поэтому то же самое говорит Гаон в Торе. Теперь Гаон переходит на другой комментарий. То же самое в Торе. Цадик, он кушает для того, чтобы насытиться. Он учится для того, чтобы быть сытым. И он не видит много или мало. Ему это не важно. Когда праведник учится, насыщает учебой себя, то ему не важно, много или мало. Он учится для того, чтобы выполнять волю Всевышнего, он учит Тору. Но он должен знать до конца и насытить свою душу и выполнять то, что он выучил. Но живот Рашоем его никогда не хватает. Их кавана, нечестивцев, это посредством изучения Торы вырасти в глазах других людей. И чтобы они сразу же, как можно больше и сейчас, сейчас. И они не могут поглотить столько, сколько они берут. Их живота не хватает вместить то, что они берут. И поэтому живота не хватает, говорит Гаон. И это то, в чем сказано. Что надо сохранять у себя в животе. Приятно то, что сохраняется в животе. А живот Рашоем его никогда не хватает, поскольку там ничего не остается. Таким образом, Гаон переводит этот комментарий, второй комментарий Гаона, что речь идет о процессе изучения Торы и насыщения Торы. А первый – об уверенности в вере во Всевышнего и так далее. То, что мы сейчас сказали. Поэтому, получается, что заключение этой главы, которую дает Шламамеллах, он говорит, что праведный человек, его задача – насытить свою душу, а не свое тело. Поэтому Рабиханину достаточно было, Херувим, который он ел, другому человеку еще чего-то. И он будет есть столько, сколько необходимо, а не столько, сколько требует его Тайва, потому что у Тайва никогда нет остановки. И даже если у человека есть возможность выполнить всю свою Тайву, то есть здесь еще один момент. Есть люди, которые хотят как можно больше, но у них нет этой возможности, и они по этому поводу страдают. Гаон переводит этот пасук в новое направление. У человека, у которого есть возможности сделать все, ему не хватает себя, чтобы выполнить то, что получится от самого себя, хотя у него денег столько, сколько угодно, еды столько, сколько угодно. Он просто не в состоянии вместить то, что он хочет. Поэтому ему всегда будет не хватать. И то же самое с Торой, как сказал Гаон. Я хочу закончить тем, что когда мы говорим «Беркадам Азон», то мы благословляем «беколь, беколь, коль». Все, что у нас есть, все. Это тайна того конфликта, спора, который произошел между Иаковом и Исавом. Когда Иаков встречался с Исавом после жизни Славаном, он посылает Исаву подарки. Исав спрашивает, зачем ты послал мне подарки? Отвечает Иаков, чтобы найти милость в твоих глазах. Отвечает Исав, оставь себе то, что есть у тебя, киеш ли, раф, у меня есть много. Отвечает Иаков, нет, возьми киеш ли, коль, поскольку у меня есть все. Разница между раф и коль – это Исав и Иаков. Иаков – это человек, у которого… у Исава было, может быть, много больше, поскольку весело Амазе, он в общем принадлежит Исаву, а не Иакову. Но Исава никогда не будет хватать, по той причине, что даже если ему хватает, то он сам не в состоянии это все вместить. Иаков – это человек, у которого ешь ли коль, потому что он понимает, что все, что нужно Лаваде Дашем, Акодыш Баругу всегда ему даст. На этой счастливой ноте мы кончаем тринадцатый перик Мишли, ибо из Радошем будем продолжать четырнадцатую главу в добрый час. Все, до новых встреч в эфире, до свидания.